В стране запустили в оборот купюры в 200 и 2000 рублей. Банкнот такого номинала еще не было. Их решили ввести для удобства размена. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиулина. Однако не все россияне оценили новинку. Подробнее материали Гамзата Нурмагомедова. Массовый ввод таких купюр запланирован на декабрь. На первой банкноте изображены виды Крыма, на второй – Владивостока. Глава Центробанка заверила, что на инфляцию выпуск банкнот не повлияет. Когда мы приняли решение выпускать купюры данного номинала, мы как раз исходили из того, что мы переходим в систему с низкой инфляцией. И обычно купюры такого номинального ряда, кратные 1, 2, 5, существуют в странах с низкой инфляцией, с относительно низкой инфляцией. И на самом деле так и произошло. То у нас инфляция, вы видите, она снизилась и уже ниже 4%. Сам по себе номинал никакую инфляцию разогнать не в состоянии и не может. Одной из возможных последствий сократится использование купюр других номиналов в 100 и в 1000 рублей. Когда мы проанализировали, вот именно в количествах банкнот, которые выпускаются, у нас больше всего потребность в тысячных купюрах и затем в 100-рублевых купюрах. Это показывает, что не хватало промежуточного номинала 200 рублей и 2000 рублей. Тоже было одной из причин, почему мы сочли необходимым выпускать этот номинал. Интернет-пользователи по-разному отреагировали на эту новость. Некоторые утверждают, что это симптом бешеной инфляции в России. Поэтому Центробанк выпускает дополнительные купюры, пытаясь скрыть экономические проблемы. Но эксперты уверены, новые банкноты негативного влияния на денежную систему не окажут. Сегодня у нас в экономике денег не хватает. И если даже это будут дополнительные деньги, то это не будет отрицательно сказываться, это будет положительно сказываться. А если это просто деньги, которые будут в каких-то других номинальных цифрах убирать, а это добавлять, она вообще ничего не меняет. Так что тут переживать нечем. Я думаю, что у руководства страны есть понимание, что сегодня учителям не доплачивают, врачам не доплачивают, пенсионерам не доплачивают. Им нужно доплатить. И для этого нужны дополнительные деньги. Если это связано с эмиссией, и эта эмиссия сегодня, в сегодняшней ситуации, она только будет играть положительную роль. Потому что у нас сегодня зависимость от импорта, продовольственная зависимость, очень незначительная. При выпуске уникальных номиналов использованы элементы с более выпуклым рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна. Однако некоторые сразу заметили, что они похожи на евро. Нашлись те, кто сравнил купюры с фантиками и подметил их несерьезный вид. Впрочем, у банкнот появились и поклонники. Тот продукт, который получился, можно без малейших сомнений назвать инновационным. Достаточно упомянуть только, что только госзнаковских патентов было использовано при изготовлении этих двух банкнот 15. Не считая тех решений, которые используют наши коллеги во всем мире, мы выбирали самые лучшие, самые современные решения в сфере банкнотной индустрии. Аркадий Трачук рассказал, что новые купюры имеют пластиковую пропитку. Они дороже старых, примерно на 20%, но более долговечны. Скоро в стране появится еще одна новая банкнота. Она будет посвящена чемпионату мира по футболу и будет полностью пластиковой, заявили в Центробанке. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости 24.